Конечно. Вот следующий эфир, следующее воскресенье. Я планирую из Гродненской мечети Сердца Чечни запустить эфир. Я тоже решил поехать, посмотреть, как там соблюдаются права человека. Стали бы не только отдельно чеченцы, а стал бы целым Кавказ, то это не значит, что результат был бы такой, что всем Кавказом управлял бы Рамзан Кадыров. Отнюдь нет. Все, тогда увидимся в мечети Сердца Чечни в следующее воскресенье. Всех приглашаю туда, Джамбет. Ты тоже приходи. Так тебя убили или нет, говорит. Как видишь, нет. Я жив и здоров. Ола Аллаху. Бро, я смотрю, все больше и больше Рапсия, ее СМИ, блогеры и так далее придираются к Казахстану и Казахам в целом, провоцируя их и называя нацистами. Как думаешь, одичалы хотят напасть на КЗ, готовят почву? Не знаю. Я думаю, что сейчас России невыгодно открывать какие-то еще дополнительные фронты. Так как они в Украине погрязли, они не вывозят эту войну на самом деле. Не в том плане, что они не могут в таком темпе вести эти позиционные бои. Они могут, они конечно будут там еще долго, у них будет ресурс на то, чтобы вот так просто держать эту линию фронта. В случае там контр-атаки украинцев они, да, они может будут что-то терять, но в целом в таком режиме войну вести они могут долго. Но они не рассчитывали на это. Когда Путин шел, когда он объявлял вот эту военную спецоперацию, он не рассчитывал там годами воевать, вести позиционные бои, дуэли. Он не на это рассчитывал. Так как они и так погрязли и сейчас открывать там еще какой-то фронт им абсолютно невыгодно. И я не думаю, что они рискнут сейчас что-то там в Казахстане делать. Тумс, это противоречие, что вы же любите фразу «раб не стремящийся выйти из рабства, заслуживает рабства». Вот Ингушетия не стремится к деоккупации, значит их все устраивает, поэтому они должны платить репарации. Нет, я так не считаю. Я конечно же согласен с этой фразой, что раб не стремящийся выйти. Но вот что мы подразумеваем под стремлением? А если какой-то народ в какой-то промежуток времени, например, не воспользовался этой возможностью, это еще не значит, что они не стремятся. То есть возможно будет еще шанс, и они как бы им воспользуются. Поэтому я не буду столь радикален. Это не значит, что я доволен тем, что не воспользовались. Да, я тоже хотел бы конечно, чтобы тогда все пользовались этой возможностью. Да, мне неприятно, что многие не воспользовались. Но и так с плеча рубить тоже не могу. Если бы Ингушетия не вышла, то главой моей республики сейчас был бы Рамзан Кадыров. История не терпит, брат, сослагательств. Поэтому нет, мы не знаем, что было бы. Мы сегодня имеем, конечно, то, что было предписано. В этом нет сомнений. Поэтому сейчас даже не стоит, наверное, рассуждать на тему «если». Однако результат, вот если бы тогда стали бы не только отдельно чеченцы, а стал бы целым Кавказ, то это не значит, что результат был бы такой, что всем Кавказом управлял бы Рамзан Кадыров. Ну, отнюдь нет. Мы будем рабами, пока у нас не будет оружия в каждом доме по закону. Как в Эстонии, Ладвии, Швейцарии и так далее. Они будут нас держать всегда, как в загоне. Ты знаешь, оружие, не оружие, дает тебе свободу. Вот дело, на самом деле, не в этом. Вот Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия. Здесь граждане не вооружены. Оружия нет в домах у людей. В основном не имеют. В Швеции вообще строго с оружием. Здесь даже какой-нибудь маленький... Бывает такое... На таких наборах для стрижки ногтей бывает такой нож, который вылазит. И даже он считается здесь ножом за это тебя, если вот с ним будешь ехать в машине, тебя его обнаружат, тебя будут судить. То есть, очень строго. Но при этом это независимые страны. Томсо, скажи, пожалуйста, это разве справедливо, винить всю нацию, якобы все за войну, если я против правоприятия? Нет, это неправильно. Общение неправильно. Но и вы должны понять, что никто не будет не возлагать ответственность на Россию только лишь из-за того, что там есть люди, которые против. Но, друзья, это наоборот вы должны здесь проявить понимание. И ваша страна нападает. Именно ваша страна является врагом. Поэтому здесь называют вещи своими именами. Но если кто-то говорит, что каждый вообще россиянин, все, кто там с российским паспортом, конечно, они неправы. Но когда они говорят, что Россия или называют русские, подразумевая не именно народ русский, а подразумевая как страну. Вы должны понимать, что в многих языках вообще нет такого разделения, как русский и Россия. Как вот в русском языке. Россиянин и русский. Такого нет. Для американца, для любого англоязычного, такого нет разделения. Для них это Russian. Русский или россиянин. Это одно слово. Поэтому вы должны наоборот к этому относиться с пониманием. Планируешь ли ты когда-нибудь приехать в Чечню? Еще как планирую. Конечно. Вот следующий эфир. Следующее воскресенье. Я планирую из Гродненской мечети сюда до Чечни запустить эфир. Я тоже решил поехать, посмотреть, как там соблюдаются права человека, то там, значит, происходит, совершают ли они там молитвы. Оказывается, так это работало. Туда можно было просто полететь с камерой и поснимать. Так тебя убили или нет? Говорит. Как видишь, нет. Я жив и здоров. Ола Аллаху. Что собираешься делать с народными деньгами? Ну, если будут у меня народные деньги, тогда и подумаем, что с ними делать. Пока такого не было. Народный общак не держу. Получить поехать в камеру и получить в другой камере пытки. Ну, почему? Джамбетов же говорит, что все нормально. С флагом, говорит, Ищерия прилетел. Никаких проблем. Свободно, говорит, можно передвигаться. Я, в общем, в раздумьях Джамбетов с Шалинской мечети провел в эфир. Я думаю, с Грозинской, сердца Чечни выйти в эфир. Ты с паспортом Мечкевии полетишь рейсом Стокгольм-Грозный. Ну, не знаю. Надо как-то с Джамбетовым связаться. У него узнать, как туда лететь. Выйди на связь, Джамбетов. Проведи эфир, расскажи мне, как ты полетел, как туда летят. Как ты там проводишь ревизии. Сделай подробный ролик по господинам Джамбетова. А что я в нем вам расскажу? Мне кажется, то, что я сегодня в этом эфире высказал, этого вполне достаточно. Может, у Джамбетова спецоперации, ты не спеши с выводами говорить. Не спецоперации, а политическая хитрость. Так, по-моему, в прошлый раз кое-кто назвал свои действия. Может быть, это тоже политическая хитрость. Подождем, мы и так ждем уже 20 лет. Подождем и дальше. Все, тогда увидимся в мечети Сердца Чечни в следующее воскресенье. Всех приглашаю туда, Джамбет. Ты тоже приходи. Значит, выйду в эфир оттуда и расскажу, как соблюдаются законы, права человека, как соблюдается уран и сунна в Чечне, кто там является. Мех, да, кто там, Мех, Кнан, ну и так далее. Берегите себя и своих близких. Вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров. Вассаламу алейкум и рахматуллахи его баракат. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»